Всем привет, меня зовут Павел и это очень странные новости, часть первая. Священник занял у прихожан миллионы рублей и скрылся. В Ставрополе священник Церкви Христианской Миссии, Российского Объединенного Союза Христиан Веры и Ангелийской, под различными предлогами занял верующих более 58 миллионов рублей и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыкс, стражи порядка нашли подозреваемого в Москве, священника арестовали, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Хабаровске водители-мусульмане выгнали пассажиров из автобусов, потому что им срочно нужно было помолиться. Факт схода автобусов с маршрута подтвердили автоперевозчик, который принес извинения жителям города. Новую версию робота-пылесоса Арумба оснастили искусственным интеллектом, чтобы тот прекратил наезжать на собачьи фекалии и размазывать их по всему дому. Производитель заявляет, что они решили эту капрологическую проблему. Новое поколение роботов-пылесосов оснащено искусственным интеллектом, который распознает кучу фекалий и объезжает ее. Также представитель компании заявил, что они работали над этой проблемой в течение многих лет, даже создав огромную базу данных экскрементов животных для обучения своего искусственного интеллекта. Да, явно не этого мы ждали от искусственного интеллекта. В Минске мужчина поспорил с незнакомцами на шоколадку, что может крикнуть «Живе Беларусь!». Позже оказалось, что незнакомцы были милиционерами в штатском. К выигранным в споре шоколадки он получил 30 суток. Как же все надоело! А вы знаете, о чем мычат коровы? Оказалось, что о самых обыденных вещах – погоде, еде. Австралийские ученые создали специальную программу, которая проанализировала сотни мычаний коров, оказавшихся в определенных ситуациях. Выяснилось, что голос животных становится более звучным, когда они реагируют на еду, и более раздраженным, когда жалуются на плохую погоду. В Германии наркодилер случайно вызвал к себе полицию. Он уснул на мобильном и набрал экстренную службу, взволновав оператора храпом. На его адрес вызвали копов, и торча взяли вместе со всем товаром. В Грузии оппозиционной партии не хватило денег на обычную рекламу, и она разместила предвыборную агитацию на порнхаб. Власти Китая приказали игровым компаниям сократить количество образов женоподобных мужчин. Власти КНР вызвали представителей двух крупнейших игровых компаний страны Tencent и NetEasy на встречу, на которой призвали не фокусироваться на прибыли и устранить контент, продвигающий фемининность. Если компании ослушаются приказы, их накажут, сообщили чиновники. Запрет на демонстрацию женоподобных мужчин связан с восприятием их как физически слабых и эмоционально хрупких, из-за чего они не смогут защитить нацию. В сентябре в Китае запретили айдл-шоу и приказали телеканал не продвигать женоподобных мужчин. Это еще одна часть борьбы китайских властей с фанатской культурой, которая началась в августе. Папа Римский подарил 15 тысяч порций мороженого заключенным. Папа Римский Франциск летом 21 года передал заключенным двух итальянских тюрем 15 тысяч порций мороженого. Об этом пишет реутер со слылкой на сообщении Ватикана. Понтифик направил мороженую заключенным тюрем Регина Куэли и Реби Беа в Риме. Таким образом он хотел помочь им пережить лето, которое оказалось самым жарким в истории Европы. Также власти Китая потребовали от знаменитостей перестать поклоняться деньгам. Высокопоставленные должностные лица коммунистической партии Китая приказали знаменитостям обеспечить соблюдение моральных норм как в частной, так и в общественной жизни. Новые правила поведения для звезд власти страны изложили на симпозиуме «Любите партию, любите страну, защищайте мораль и искусство», куда были приглашены представители индустрии развлечений. В частности, чиновники потребовали от знаменитостей выступить против декадентских идей поклонения деньгам, гедонизма и крайнего индивидуализма. Такими мерами власти рассчитывают оградить жителей страны от вульгарных и низких вкусов. Они убеждены, что так знаменитости смогут доказать свою благонатежность и подать хороший пример другим гражданам. 5. Россияне стали меньше пить водку Рейтинговое агентство НРА в обзоре «Российская водка. Надежда на заграницу» зафиксировало снижение спроса на водку в России. Так в первой половине года розничные продажи водки составили 344 миллиона литров, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020 и на 3% меньше, чем в январе 2019 года. Еще более заметное падение продаж водки почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года зафиксировала исследовательская компания GFK, которая стала отслеживать покупки около 20 тысяч российских домохозяйств. Многотетная мать потратила детские пособия на отдых в Сочи Многотетная мать из Татарстана решила организовать себе отдых в Сочи на детские пособия, дети при этом остались дома. Родственники россиянки заявили о происшедшем в полицию. Государство выплатило женщине 60 тысяч рублей на покупку школьных принадлежностей и лекарств для ребенка-инвалида. Однако на эти деньги 34-летняя мать приобрела билет в Сочи и въехала отдыхать. Сейчас ее разыскивают судебные приставы. Как отметили в правоохранительных органах, женщина не раз имела задолженности по оплате коммунальных платежей, а также оформляла кредиты в пяти разных банках и исполняла долговые обязательства только по решению суда. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте несколько комментариев. Если хотите поддержать канал, все ссылки в описании. Обязательно пишите свои комментарии о том, что думаете о новой рубрике, интересна ли она вам и хотите ли ее продолжения. Пока-пока и успехов!